В 2004 году в Кабардино-Балкарии был принят местный закон, который наложил запрет на приватизацию земли сроком на 49 лет. Следом указом президента Валерия Кокова земля была перередана в распоряжение местных органов власти, которые были наделены правом сдавать ее в аренду. Вот уже седьмой год в республике практикуется арендная форма землепользования, однако она устраивает не всех сельских жителей. Любой чиновник может прийти и в одностороннем порядке расторгнуть арендный договор. Вопрос о том, передавать землю собственно на сельских жителей или не передавать, если передавать, то как лучше это сделать, периодически обсуждается на высшем уровне в республике, но время идет, а проблема не решается. Частная собственность – это проверенная годами во всем мире форма собственности, которая гарантирует работнику право надеяться на лучшее будущее. Но есть и другая точка зрения на арендную форму землепользования как наиболее приемлемую для республики. Главное преимущество арендной формы землепользования является то, что она не зависит от форм собственности на землю. То есть, как при государственной, как при помещичьей, как при частной другой форме собственности, арендная форма землепользования всегда была достаточно распространена. 15 апреля этого года жители нескольких сел Терского района направили письмо главе ГБР Арсену Конокову, в котором просят его передать им земельные доли в собственность и помочь с техникой для ее обработки. Письмо подписали 116 человек, среди них жители селения Нижний Корп Терского района. В Нижнем Корпе более 300 дворов, полторы тысячи населения, в том числе более 300 взрослых мужчин, более 200 из которых не имеют работы. Такая или почти такая же ситуация и в других селах. На сегодняшний день самыми состоятельными на селе являются пенсионеры со средним уровнем пенсии в 5-6 тысяч рублей. Положение жителей села такое, будто после Великой Отечественной войны не прошло более 67 лет. Кто смог уехать из села, уехали, остались самые бедные. У сельчан свой ответ на то, почему в республике и так затягивается решение земельного вопроса. Ну что мешает? Это просто как везде клановость какая-то. Пучка людей, она между собой что-то делит. Кто землю делит, кто чего. А простые люди, они остаются из чем-то. У нас на сегодняшний день, у нас всего 2923 гектара, из них уже 2500, это в порядке 246 гектаров, не востребованы. У фермеров нету залогового фонда, а без залогового фонда банки давать кредит не хотят. Соответственно, если бы земля была бы в собственности, то она могла бы стать залоговым фондом. В последние годы все больше земли в республике в долгосрочную аренду на 49 лет берут крупные агропромышленные холдинги и промышленные предприятия, профиль которых едва ли можно назвать сельскохозяйственными. А также представители крупного бизнеса, которые накопили капитал в других сферах. Этот фактор вызывает у сельских жителей опасения, что богатые люди завладеют землей и они останутся ни с чем. Земля, если нет, что будем делать? Корова держит, не разрешает туда. Кто богатый, землю получает и не пускает. Что будем делать? Не знаю. 13 апреля на заседании Общественной палаты России президент Кабардино-Болгарии Арсен Ганоков заявил, что земля будет передана в собственность сельских жителей через полтора года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова